Здравствуйте, меня зовут Мира Завтур. Я педагог изобразительного искусства и режиссер любительского театра Вечности. Сегодня я бы хотела рассказать об одном удивительном человеке. Ее зовут Наталья Александровна Суркова. Это директор детского сада с Реджио-Подходом. Вот это то место, где мы сейчас находимся. Также Наталья поддерживает различные другие проекты, направленные на детское развитие. Знакомство наше состоялось весьма привычным способом. Я искала работу и наткнулась на вакансию. И, естественно, я не ожидала того, что будет происходить в будущем в этом месте, в котором я устроюсь, и насколько это место станет частью меня. Изначально я восприняла ее как человека открытого, добродушного, общительного. И меня, наверное, поразила ее какая-то мягкость такая человеческая, потому что обычно руководители более строгие, такие жесткие. Она была достаточно мягкой. Мне очень нравится то, что она общается с подчиненными наравне. Нет такого общения свысока. То есть она общается с нами, как со своими друзьями, которых она уважает. Вот эта атмосфера любви и уважения, ее невозможно подделать. В среде детского сада у нас есть такой термин «наставник». То есть преподаватели, воспитатели называют наставниками. И Наталья для меня это такой главный наставник, которому я всегда прислушиваюсь, чье мнение мне очень важно знать. И даже если какие-то вещи мне очень сложно принять, я понимаю то, что у человека большой опыт, он очень мудр, и я все-таки к нему прислушиваюсь. Она дала такой большой толчок для моего личного также развития. Если с тобой рядом есть человек, который в тебя верит, то ты все сможешь. Я училась наблюдать, я училась понимать, принимать, слушать внимательно. Когда я увидела со стороны, как общается Наталья с детьми, я поняла, что мне еще есть куда расти. Это всецело творческий человек, но увлекается и музыкой, и также различными другими творческими направлениями. Ей интересно все. И это, наверное, то, что я от нее черпаю. Я черпаю от нее интерес к творчеству в целом. То есть, если раньше мой интерес был узко направлен на изобразительное искусство, то сейчас я смотрю на все в целом, на весь мир. Я понимаю то, что искусство повсюду. Благодаря ей я начала вести театральную студию с детьми. Мне всегда это было страшно, боязно, но она поверила в меня, и я начала это дело. И сейчас занятия доставляют мне огромное удовольствие, они меня очень вдохновляют, и детям они нравятся. И у нас вот в саду прошло уже, наверное, три постановки по произведениям различных авторов. И это было в формате праздников, то есть собираются родители, собираются друзья. Наталья вообще любит театр, и особенно семейный театр. Она мне подкидывает такие идеи, и мы их реализуем вместе. Если у меня какой-то вопрос по декорациям, что же, как изобразить каких-то персонажей, она может подсказать, может дать какие-то идеи. И мне не хочется отсюда уходить, не хочется прерывать эту связь. Эта связь для меня очень важна, это общение очень важно. Я бы хотела выразить огромную благодарность Наталье Александровне за ее работу, за терпение, потому что вести такое дело – это нелегко. За то, что она несет свет в этот мир, я беру у нее пример. Просто хочу сказать спасибо за все. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!